здравствуйте друзья тему которую затрону в этом видео я уже упоминал в одном из своих обзоров который был посвящен бесшумному zigbee реле без нулевой линии но все равно я часто слышу вопросы связанные с этой проблемой поэтому я решил снять небольшую видео инструкцию суть проблемы состоит в том что при использовании реле и выключатели без нулевой линии для их собственного питания необходимо чтобы мощность нагрузки которая к ним подключена была не менее 3 ватт это в среднем точные параметры нужно смотреть на конкретном устройстве некоторые гаджеты частности led светильники могут потреблять меньше особенно на низкой яркости или в выключенном состоянии видео я покажу ультра бюджетный способ как решить эту проблему перед тем как мы начнем попрошу вас поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше для лучшего понимания сначала я вас создам проблему и поможет мне в этом тестовый стенд который включает себя zigbee выключатель без нулевой линии akara e1 и zigbee лампочку akara t1 ссылки на обзоры я оставлю в описании напомню что выключатели и реле без нулевой линии имеют контакты только для подключения входящего и исходящего фазового провода входящий всегда один исходящих может быть и несколько поэтому для собственного питания устройства нужно чтобы электрическая цепь была замкнута то есть к нему должна быть подключена нагрузка данном случае лампочка схема подключения следующие синий провод это нулевая линия от сети электропитания напрямую уходит на нагрузку лампочку фазовый провод тут он красный с черной полосой уходит на контакт l выключателя исходящая фаза это черный провод от контакта l1 уходит в клеммник из которого уже коричневый провод уходит на нагрузку вообще правильно было бы коричневый провод сразу соединить с контактом l1 но для демонстрации мне понадобился клеммник я использовал классическую схему работы реле выключателя постоянно замкнуто подавая питание на управляемую лампочку но при этом остается возможность обесточить ее например для замены или перезагрузки а клавиша переведена в логический режим то есть при ее нажатии реле остается в том же состоянии а событие клик которая генерирует выключатель является триггером автоматизации которая включает и выключает управляемый светильник в данном случае zigbee лампочку пока лампа светит на высокой яркости ее мощности хватает для работы выключателя если ее выключить мощность падает ниже минимума необходимого выключателю реле остается замкнутым но он теряет управление и не реагирует на команды как только я включаю лампочку из интерфейса выключатель вновь оживает но только до следующего выключения лампочки то же самое происходит даже при понижении яркости лампочки какой-то момент мощность становится недопустимо низкой и выключатель снова становится недоступным решение проблемы состоит в добавлении в электрическую цепь конденсатора параллельно нагрузки ровно такой же способ применяется для устранения мерцания светодиодных ламп есть несколько рекомендаций по выбору параметров конденсатор в данном тесте я использую пленочный конденсатор на 630 вольт и емкостью в одну десятую микрофарада ультрабюджетным решение назвал потому что 10 таких конденсаторов мне обошлись в 1 доллар доставка бесплатная то есть по 10 центов за штуку хотя возможно вам не придется их покупать если у вас есть некоторые запасы радиодетали ссылку на магазин где я купил свои конденсаторы я оставлю в описании один из контактов конденсатора нужно подключить к нулевому проводу который уходит прямо на светильник второй к исходящему фазовому проводу который вышел из выключателя поэтому мне понадобился клеммник то есть параллельно нагрузки лампочки для простоты понимания то же самое при использовании стандартного патрона для лампочек два контакта конденсатора два провода на светильник все просто таким образом он будет служить для питания выключателя или реле вне зависимости от мощности нагрузки повторяем тест лампочка выключена но благодаря конденсатору выключатель продолжает получать питание нормально работает более того он продолжит работать даже если вообще вывинтить лампочку из патрона конденсатора вполне достаточно как я упомянул ранее точно также можно решить проблему с мерцанием светодиодных лампочек таким же конденсатором в некоторых случаях возможно придется увеличить емкость для этого ставится несколько конденсаторов параллельно так что иметь запасе такой полезный радиоэлемент лишним не будет на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки подписывайтесь на мой канал вы можете поддержать развитие канала став его спонсором либо оформить подписку на сервисе patreon или сделав небольшой донат на buy me coffee также я веду и telegram канал в котором публикую полезную информацию опросы и ссылки на устройство умного дома буду рад если вы присоединитесь к нему в описании под видео размещены ссылки на магазин где были куплены конденсаторы из обзора другие мои видео по данной теме сервисы для материальной поддержки канала и мой telegram канал спасибо за внимание до новых встреч всем мира